Ой-ой-ой. Ну, наверное, потому что сегодня у Лены Городиловой день рождения. Гулять будем. Опять. Вот скажите, вот есть справедливость, ну, как равенство между мужчинами и женщинами? Если вот в 33 года мужчина вознесся и стал богочеловеком проявленным, мы как бы это увидели. А вот женщина может вознестись в 33, например, года и стать проявленным кем? Нет. Богородица – это не то. Богородица – это звезда. А Бог – это свет. Это то, что идет от звезды. Правда, кто тогда формирует вот Богородица, непонятно. Если он появляется вот как идущий от источника свет, сначала и жесточник должен образоваться, правильно? Поэтому теология, наука происхождения человека и богов, она стоит перед философией еще. Ну, чем будем сегодня заниматься? Ну, понятно, что вы все это время не зря парились, а готовились. Команды приготовили уже поздравления, театрализацию, слова, песни, танцы, кино, спектакли, да? Надо так скромно сказать, да нет, Борис Евгеньевич, мы просто лежали и все. И у нас была, можно сказать, стопроцентная готовность и дальше лежать. Как сегодня сказал один мальчик в Лазаревском, глядя на манекен, говорит, мама, а почему стоят только ноги? Так как у нас сегодня только ноги или целиком, в какой размах творчества мы кинемся? Чего мы наделаем хорошенького, веселенького? Как мы проживем это время? Ну, Лена Городилова, ура, новая женщина. Урановая женщина, она отвечает, как бы, за выживаемость человека в условиях радиоактивного загрязнения. Чтобы это загрязнение было не загрязнение, а дополнительный источник энергообеспечения. Поэтому, наверное, как-то то, что мы затеем, будет с этим связано, правильно? Ну, потому что, чтобы такой человек родился, который может находиться в зоне технократического, жесткого радиоактивного света, радиоактивное излучение, может поглощать этот свет. У него специально биорадиоактивная кожа такая вырабатывается, который поглощает жесткое излучение, преобразует его, делит на многомерное, мягкое излучение. Получается, свет благоприятный для человека, как солнышко прямо в нем. И дальше уже получается, что очищается мир от радиации, и человек происходит, в нем происходит трансформация. То есть он развивается, очищая мир. Очень правильно. Не складывать куда-то в помойку, а использовать это, перемалывать для развития. То, что является, ну, так, убийственным для живого. Поэтому, очевидно, задача, которую мы будем, как такую научную фантазию, пытаться обдумать, решить, применить эти знания, умения в жизни, наверное, это будет задача жизни человека на разных светах. Потому что, если человек открыл ящик Пандоры, начал заниматься атомным распадом, термоядерным синтезом, что вызывает радиоактивное загрязнение, когда свет в течение десятков, сотен, тысяч лет излучается, период полураспада, то есть когда уже свет гаснет, очень большой. Ну, наверное, это все-таки, если человек делает мир таким, ему нельзя убегать из зоны, где вот такой мир он сделал, потому что он быстро, так сказать, всю свою полезную площадь проживания загрязнит, у него единственный выход – это или скафандрироваться, делать некое защитное для своих жилищ там саркофаги и для своего тела тоже. И вот здесь вот возникает такая, знаете, задача целостности, потому что, в принципе, дополнительный свет какой-то – это условие мутации. То есть как бы тогда живой объект живет на двух, на разных светах одновременно. Он может в результате использовать, ну, как бы по-разному этот свет, и тогда получается, что он может развиваться и будет более многомерный, более гармоничный. У него адаптационность растет за счет того, что разные виды топлива есть, которые он может использовать, он более универсальным становится. Но вот полная трансформация, когда ты как бы целиком, со всех сторон облучаешься. Вот как только ты с одной стороны облучаешься, у тебя получается дополнительная энергия и начинает, ну, например, расти только часть тебя. Ну вот печенка растет, становится большой. А зачем тебе большая печенка, если все остальное тело не растет? И получается уже вот такая частичное изменение меры проектной или так называемое уродство. Вот как избежать попадания в зону уродства и добраться до зоны невест Хиросимы, так называемых, девушек, которые родились от японцев, которые получили полное радиоактивное облучение. И это послужило тому, что у них родились девушки высокого роста, красивые, очень гармоничные, тех, кого назвали невесты Хиросимы. С одной стороны, атомный распад послужил смерти сотен тысяч людей, они сгорели в атомном огне. А с другой стороны, то, что осталось, свет радиоактивный, послужил толчком к развитию. Вот как не попадать в условия уничтожения, а попадать в условия развития? Как создавать для себя внешнюю среду, в которой ты можешь измениться, адаптироваться к ней? И самое главное, что ты можешь ее изменять, если ты, например, не успеваешь к ней адаптироваться. Каким образом можно замедлять процессы поражения, прекращать их, останавливать? Каким образом можно осуществлять использование энергии различных светов, примерять их в себе за счет изменения характеристик своего жидкого кристалла, своей клетки? Каким образом можно сделать клетку, заряжающуюся напрямую от света, от солнца, и стать солнцеедом, перейти на полевое, волновое питание, так называемое? Если это вдруг тебе захочется, и для этого есть необходимые условия. Ну, например, ты где-то на юге, на Кавказе, например, в Сочи. И там света достаточно для того, чтобы убрать из отношений между Солнцем и тобой все промежуточные трансформации энергии, когда свет Солнца, энергия излучения, солнечная радиация превращается в энергию химических связей, в листочке в результате реакции фотосинтеза. То есть поле превращается в вещество, другие дрова получаются. Дальше уже этот листочек кушает коза, опять происходят реакции электролитического разложения. Разложение вещества на энергию поля. А дальше уже вот это поле, этот свет усваивает клетка. Вырожденная бактерия, митохондрия, заряжается как гальванический элемент, как аккумулятор. И тогда возникает вопрос, а зачем вот эти все промежуточные ступеньки, когда солнечная энергия выходит в виде поля, приходит в виде поля, и клетка заряжается от поля как аккумулятор, как конденсатор, как катушка. Зачем трансформации вот одно в другое, третье? Ведь там же потери, там же загрязнение, там же нехватка. Поэтому проект «Ура! Новая женщина» – это часть проекта «Ева и the first man». Ева – первый представитель цивилизации. Это создание женщины до мужчины, до Адама. Но тогда получается, что в этот проект надо внести некое изменение, потому что если Ева считается назад, вот с той стороны, Ави, святая, то надо, чтобы она была святая отсюда, оттуда Ева. Надо ввести какой-то вот изменитель спина, изменитель направления вращения частиц. Надо ввести анти-мир. Но если это сделать, тогда, если будет возможна регуляция процесса и анти-процесса, время и анти-время, время, идущее в одну сторону, по часовой стрелочке, и время, идущее в другую стрелочку, против часовой стрелочки, анти-время, отматывающее, ну тогда можно регулировать возраст тела и держать его в каком-то там возрасте вечной весны. Оно не будет стареть, не будет морщиниться, не будет вызывать лошадиный смех простого человека, Вани, который решил жениться на Мане, а Маня решила начать все по-честному и сказал, Ваня, ты знаешь, вот ты, хороший человек, решил на мне жениться. Ну, сказал Ваня, но тогда я открою тебе свою девичью тайну. Ты у меня уже не первый мужчина, которого я так сильно люблю. У меня уже был один мужчина, его очень сильно любила, так же, как тебя. И настолько любила, что, когда поняла, что уже надо расставаться, я, чтобы оставить его память о себе, вытатуировала его портрет у себя на левой груди. И поскольку ты все равно это увидишь и спросишь, кто это, я решила по-честному все тебе рассказать. «Ну?» Что «ну?» «Ну?» «А, поняла!» Я тебе тогда расскажу и про второго, которого я тоже любила, как тебя, и как первого, и не хотела его забывать, и поэтому я вытатуировала его лицо у себя на правой груди. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Сказал Ваня. «Чего ты смеешься?» спросила Ваня. «Да я представил, как вытянуться их рожи к старости!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ну, чтобы вот рожи тех, кого ты любишь к старости, не вытягивались, чтобы тело сохраняло тот образ молодой, упругий, спортивный, привлекательный для мужчины, поскольку мужчина любит глазами, ну, значит, надо решить задачу сохранения образа женщины, сохранения тела женщины, потому что для мужчины это не главное. Поскольку женщина любит ушами, значит, мужчина должен иметь просто хороший магнитофонный звук. А выглядеть он может как угодно, потому что потушил свет, и всё равно тебя не видно. А вот что ты говоришь, вот это женщина слушает. И поэтому даже толстый, противный, мужчина, если он умеет говорить женщине правильно слова, то, что она даже не ждёт от него про себя, а он это всё-таки говорит, он открывает в ней её новую, сильную, неожиданную сторону. Ну, вот, женщины любят ушами. И поэтому обмануть их очень легко. Поэтому самые главные слуги дьявола, обманщики, это поэты. потому что они описывают выделенную из мира часть, как некую гармоничную составляющую, а вот всё остальное не описывают. и получается, что это, как бы, описание без сравнения. И поэтому так регулярно применяется на лапшемольных заводах, где работают мужчины, навешивая лапшу на уши женщины, высказывания типа «ты самая», «ты самая», «ты самая», «ты самая». Хотя это, конечно, голословное утверждение, поскольку сравнения исследования не проводились. А если он, как честный мужчина, начинает осуществлять сравнения, а потом говорит «ты самая лучшая из тех 20 женщин, которых я за последнюю неделю знал», она этому не сильно радуется почему-то. ей надо, чтобы она была самая, но единственная. А в переборе единицы там всегда «ты самый», потому что сравнивать несколько. Поэтому женщина и стремится, чтобы она была у мужчины единственной, чтобы у него не было возможности сравнить. Но поскольку сравнение – это прерогатива науки, тем самым женщина пытается удержать мужчину в зоне веры, в зоне верующего. Но она применяет технологию науки для того, чтобы оперировать понятием веры, что само по себе принципиально неправильно. То есть она говорит «ты докажи, что меня любишь, тогда я тебе поверю». Вера не требует доказательств. Доказательства требует наука. И тем самым женщина разворачивает мужчину от научного мышления, от способности моделировать некий качественно другой мир, некое будущее, она ему сворачивает голову назад, чтобы он смотрел только в прошлое. И это у нее тоже такое инстинктивное поведение, поскольку она в прошлом гораздо лучше, чем в будущем. В прошлом она молодая, румяная, а в будущем, как сказал про это Ваня, ха-ха-ха-ха-ха-ха, что само по себе несправедливо, поскольку потеря устойчивости образа или старения тела, оно не предполагает подобие творения творцу. У творца тело не стареет. Но поскольку женщину делали не подобный творцу, а подобного творцу делали мужчину, ну вот тогда вопрос, чего она плывет. но имеется ввиду конечно образ тела, про образ души, образ разума я пока не буду говорить. вот в истории человечества как бы очень много попыток различных было сделано для того, чтобы сохранить возраст вечной весны, сохранить молодость тела. и они были направлены как бы в двух направлениях. Одно направление это замедление процессов. Это вампиры, это свежая кровь, это уменьшение свободно радикального кислорода в крови, чтобы не происходило окисление и процесс образования едов, разрушения, старения собственно говоря. это один. И здесь пытались достигать результата опытом введения крови молодых и младенцев в том числе, купания в крови девственниц, убивания девственниц, съедания их и выпивания их крови. Но я думаю, что нам не надо практические занятия делать, правильно? Потому что мы же замучаемся искать девственность, вы же понимаете? Никогда занятие не начнется. Но поскольку мы с вами такие лихие курортные фантазеры, надо понимать, что у нас нет никаких идеологий, нет никаких обязательств, мы просто играем. И вы это должны понимать. Если какая-то игра вам не интересна и не хотите в нее играть, ну, придумаем другую игру. Но чтобы смысл в этих играх был, надо, чтобы все-таки эти игры приводили к какой-то состоятельности. Поэтому для того, чтобы не трогать каждого, не нарушать его свободу воли и его жизненный набор принципов, качеств, отношений с миром и так далее, состояний, наши игры будут в основном направлены не на изменение индивидуума, а на создание новых форм жизни, сетевых, коллективных форм, как единого целого, где объединение различных живых объектов в живую сеть, у которой общее тело, общий разум, единая душа, она осуществляется за счет не распадов, а то будут религиозные всякие деятели ругаться, что это там дьявол или еще какая-то фигня, а за счет синтезов, за счет того, что они называют Богом, за счет увеличения проявленности в отношениях между людьми Творца, Света, Любви, получается кольца трансформационные, которые позволяют создавать сетевые разумы, как компьютеры параллельные, сетевые тела, сетевые души, и эти связи, они не ухудшаются и не прекращаются на любом расстоянии в пространстве, и во времени, во временном пространстве, они сохраняются как связи в прошлом, как связи в будущем, есть возможность решить задачу, научиться жить во времени, научиться быть взаимопонимающими, взаимочувствующими, взаимодействующими, то есть это переливчатая система, когда в каком узле есть необходимость, туда и переливается жизненная потенция, как разумность, чувственность, обладательность, по мере просто необходимости для этого узла, для этого человека, вот этих качеств, этой энергии, этой информации, этих состояний. И добиться вот такой переливчатости для того, чтобы всё-таки не трогать и не нарушать равновесие между дневным и ночным дозором, между Богом и дьяволом, лучше всего тогда через Богородицу, то есть на шаг повыше, увеличив число проявленности Богородичного качества или качества рождения света за счёт того, что в тебе появляется больше плазменных капелек, маленьких солнышек, искр божьих, из которых можно разгорать пламя творческого огня, творческого горения, любовного горения, и тогда ты можешь не стяжать Святой Дух, бродя по белу свету, по своему жизненному предначертанному пути, а ты можешь тогда делать так, чтобы через тебя шёл путь, причём он шёл мгновенно, нуль-транспортировочно, из любой зоны пространства, из любой зоны времени, там, где он проявлен и применим для созидательности, там, где дом Святого Духа, где его Родина, где он растёт и размножается, поэтому оттуда ему куда-то надо переселяться, ну вот ты можешь быть таким домиком. Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Слава Богу! Где есть источник излучения и заходя в зону терминатора, проходя границу света тьмы, заходя в зону под прожектор, облучаться, мутировать, изменяться, получая капельки плазмы, чистый, светящийся, плотный дух, святой дух. А святой – это через эти капельки получая информационный переброс качеств, знаний, умений. Ну вот можно ходить от одной звезды к другой звезде и собирать тут буква А, тут буква Б, вот так вот. А можно ленивее. Можно взять точку сборки, куда приходит свет от всех звезд, и там сидеть. И двигаться вместе с этой точкой. Это ленивее. Ты сразу получаешь синтезный свет. У тебя многомерная, одновременная накачка идёт. Непоследовательно А, Б, а и А, и Б, и С, они идут, ну, как у укропа. Ну, это ленивое. Ну, это ленивое. Ну, это ленивое. Продолжение следует...